Про Никитка. Короче, как рассказывал битмилитель Оценко. Позвонил ему Гена Барихновский и сказал, ребята, сейчас приходит человек, в Петербурге появляется человек, если вы пропустите, вы потеряете самое главное. И Гена смотрел как в воду, потому что когда появился Никита Владимирович, помню, он пришел на первую репетицию, на россияновскую точку, пришел с телекастером, в сером, в сером такой, костюмчике в троечке. Очень такие, что здравствуйте, работаем вместе, очень хорошо. Значит, одел телек, сыграл из Europe Santana. Все, встретимся на площадке. Нифига себе, круть. И поехали, помню, в первый же самый гастроль в Нижневартовск. Подъезжаем к Москве, поезд останавливаются. Значит, мы выходим, ну, такие все помятые, как обычно, в те времена побитые, помятые. И, значит, уходит Никита Владимирович, значит, в одной руке скрипка, в другой телекастер, и подходят две модельные девочки, такие вот, двухметрового роста. Одна берет скрипку, другая берет гитару, и вот, значит, у второго подружки говорит, пошли, Никитушка. Он поворачивается и говорит опять эту фразу. Встретимся на площадке. Думаю, нифига себе, уходит на пассажир. Вот. Но через какое-то время, когда он адаптировался, я понял, что в своей жизни круче пассажира я не встречал. Это сплошная импровизация и по жизни, и в музыке. То есть Никиток решал иногда вопросы, которые не могли решить даже администраторы. Значит, поселение в гостинице, там, какие-то, какая-то милиция, которая приходила, там, кто-то там шалил, безобразничал. И получилось так, что, видимо, меня дали ему на поруки, как младшего товарища, и в жизни прожили в одном номере практически около пяти лет. Каждый раз насилили в один и тот же номер. Это было что-то с чем-то. Я помню прекрасно все его первые выступления. Как он открывал, открывал он концерт. Однажды вышел, я помню, в Смоленске, по-моему, это очень, да, он был в Смоленске, он вышел, значит, на скрипке. Ему начнёт говорить, ну, Никиток, смотри, как ты начнёшь, всё зависит от тебя. Так, такой концерт будет, что он вышел со скрипкой. Вот так. Ты переломан, а, ну, а, все, а, нифига себе. Блин, 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 блин. И стоят, значит, устроители какие-то такие, такие лысые, бандитского типа люди, которые так, «Да чего ты делаешь с нами, слышь, ты, плачет?» То есть он был способен отвести любую отморозь до слёз. Когда спросили его, Никиток, что это такое? Он говорит, это композитор. Как, знаешь, художник, ниточки, точнее, нитки. Вот. Никиток. Было очень много смешных случаев, но ссоры из избы, как говорит, не выносят. Вот я скажу, что однажды мы играли в СКК, играли в СКК, когда концерт. Он подходит ко мне через час уже с этого, подходит, говорит, «Слушай, а что мы играем, что у нас после дождя?» Я говорю, после дождя у нас обычно пластун идёт, но мы это играли вначале. Он говорит, «У меня написана какая-то юрмала». Я говорю, «Ты чего сбрендил?» Оказывается, он нашёл у себя сет-лист ансамбля «Цветы», в котором он играл пять лет у Стаса Намина. И там еще после дождя, весь дня потом, юрмала. Ну, кроме того, что он, конечно, и был настоящим блюзовым, блюзовым и музыкантом, и гитаристом, и скрипачом, знал и любил. Он кому же ещё был, как выяснилось, спортсменом, это две несовместимые вещи. Он был чуть ли не семикратным, по-моему, чемпионом по хоккей. Среди гневеров он играл за СКА в хоккей. То есть достойный такой боец реальный. Жалко, что Никиток попрощался со всеми очень рано, потому что ни до него, ни после такого, ну, не было даже похожего, даже намёток не было таких, похоже, единицы не найти. То есть это был человек, как говорят, в ручной сборке. Про Игоря Дмитриевича Доценко. Я познакомился с ним, когда начинал прослушивание. Он такой сидит, такой, ну ты чё там, бух-бух. Сыграл вступление с флайбол, я подумал, нифига себе, вот это всё уже, это смерть. Он там, я там типа тягался. Казалось, что он действительно, как его гостя он назвал, Кинчев, он был папашкой, он такой был папашкой, который уже был таким тёртым волчарой в гастроли, потому что он ездил и с «Синей птицей», я знаю, с Антоном, с какими-то ещё людьми. Ну, Игорёха, чуть ли не с 14 лет, ездил в гастроли, и поэтому он знал про это всё. Это мы, значит, были такие какие-то, не пойми ничего, какой там урок. Вот. Игорёха всё время, помню, раньше таскал с собой даже видеомагнитофон. Все, значит, сегодня вечером ко мне наполит информацию. Будем смотреть «Ли Зепплин». «The song is the same». Обязательно смотрите. Вот это вот. Как нужно играть, как это делать. И Игорёха в жизненных ситуациях, в жизненных ситуациях, когда там, ну, бывает всякое же в жизни, это один из первых, который всё время появлялся, поставлял плечо, звонил по телефону. То есть это такой вот настоящий мужик, папашка такой. Ну, вот, наверное, всё, что я могу рассказать пока про этих ребят, потому что рассказывать можно долго, и случаев разных смешных, но это всё больше. Как я говорю, что есть что вспомнить, но нечего рассказать детям. И вот как раз то, что нечем рассказать детям, можно снять целое кино. Но я отвечаю, что голливудские блокбастеры просто нервно покурят в стороне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА